Приветствую вас и по общему принципу любовь, если она истинна, она распространяется на все, в том числе и на приятие человека, взглядов другого, на желание быть с ним, понимать его так, как он едет. Если человек считает, что у вас разные взгляды на жизнь, то как минимум он полностью вас не принимает. Неполное принятие вас означает, что человек и не любит вас. Да, у него может быть есть конфлимпатия, но это не любовь, и либо человек в таком случае путает понятие любовь и конфлимпатия, либо он хочет, чтобы вы думали, что он идет на какую-то жертву ради вас, и тем самым повышает понятие свою ценность в ваших глазах. Многие мужчины так поступают и отвязаны за тем, что для мужчины в первую очередь важна гордость, важна самостоинка, самолюбие, а подобное поведение. Это лишь повышает и нельзя говорить о любви, если мужчина не может с вами быть медленным. Прямо это простите, но для любви нет таких преград, как взгляды. Ну, разные взгляды, и что, это даже хорошо, что у людей разные взгляды, им интересно друг с другом. У одного человека один взгляд, у другого человека другой взгляд, и где-то на пересвешении этих точек зрения есть истина. И для любви и истинной любви это не преград. Но если мужчина считает, что для него это проблема, значит чувства к вам у него не есть. Он хочет думать, чтобы вы думали, что он любит вас, и он хочет думать сам, что он вас тоже не любит. То есть, его лукавство, его выдавание желаемого за действительное, может быть и не осознанно. То есть, мужчина может не осознавать, что он вас в действительности не любит. У него может быть к вам приспривязано, симпатия, влечение может быть даже и есть. Но при этом все же это не любовь. И человек, который считает, что разные взгляды на жизнь, простите, мешают отношениям, то этот человек вряд ли полагает, что только такие же взгляды, как у него, могут отношать, многосрочные отношения. Но реально, таким человеком ему будет скучно, либо он будет стремиться его починить себе, к чему он и стремится. Либо просто стремиться к идеальному согласию, ничего тоже не бывает. В любом случае, бороться за такого мужчину вам не стоит, потому что, как я уже сказал, это не любовь. И, значит, вопрос так. Что этому предложению хочет сказать он? Он хочет сказать, что несмотря на то, что у него есть сам чувство, он сам все же расстается. И показывает вам, что делает это через силы, скрипят сердце, что для него это тяжелый шаг. Но в действительности тот, кто любит, никогда не будет воспринимать препятствием то, что он видит для вас блоком. И это означает, что мужчина не хочет с вами быть все-таки. Либо сомневается, либо боится, но не хочет. А разных взглядов есть всего лишь оправдание, и не более того. На этом все. Надеюсь, что он помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь, лично помогу. Если вам понравился мой архив, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.